всем привет друзья сидел и думал что впервые сделал sony playstation которого 3003 есть не ошибаюсь называется более свежая или nokia e52 и все-таки подумал что playstation чуть позже замечательные psp а пока поговорим о nokia e52 это уже закат кнопочных телефонов 2009 2010 год анонсирована она была в 2009 году в 10 вовсю продавалась этот телефон серия был бизнес телефон могу сказать я уже говорил в одним их в одном из прошлых обзоров те кто впервые знаете что такие обзоры выходят на канале периодически ретро обзоры наравне с современными телефонами которых я рассказываю ну неделю по 2-3 раза минимум так вот и 50 у меня был году как раз 2007 8 6 когда он продавался именно и 50 и знаете на тот момент это был очень крутой технологичный телефон но у меня конечно когда очень сильно разочаровала что в качестве этого в качестве player в качестве плеера он мне тогда не нравился это был крутой бизнес именно телефон там был офис который мне был совершенно не нужен я вообще не понимал зачем я его купил телефон был заточен под бизнес есть серия моих моих по крайней мере глазах именно у nokia было как бизнес серия этот телефон не исключение но уже е52 обзавелся разъем три с половиной миллиметров разъем для наушников это было счастье потому что все мы помним ну кто пользовался кнопочными телефонами sony ericsson siemens вот в эпоху кнопочных телефонов именно игроки были sony ericsson nokia siemens основные три до этого еще когда-то был просто ericsson была просто sony но это уж совсем года прям вообще конец 90-х начал двухтысячных я же говорю больше о нулевых именно и они засранцы чтобы заработать больше денег они делали каждый свой разъем то сейчас с чем мы сейчас сравнились когда компания apple и вслед за ней не очень умные другие компании тоже убирают разъемы для наушники для того чтобы теперь просто продавать больше беспроводных наушников и переходников но это я несколько отвлекся здесь же был разъем здесь же есть разъем три с половиной миллиметра и до сих пор сейчас можно слушать музыку и звучит вполне себе хорошо промут хорошо реально единственное если кто-то захочет купить такой телефон а их сейчас только на вторичном рынке можно найти но вы не купите именно поностальгировать если для вас важно будьте внимательны разъем стандартный разъем то подойдет от современных наушников от современные наушники они все с гарнитуры 4 пиновые здесь он работать не будет сюда подойдет только наушники именно всего 3 пиновый разъем без гарнитуры на проводах поэтому имейте это ввиду такие наушники сейчас практически не продаются в остальном телефон конечно получил маленький экранчик 2 и 4 дюйма 320 на 240 это сейчас маленький а по тем временам это был нормальный дисплей вполне себе 167 пикселей надеем ребят ну тогда в те годы никто не заморачивался об этом конечно же экран был не сенсорным все управлял с помощью кнопок и боковых клавиш вот они здесь какую-то боль мне доставляет мне неудобно здесь вот по умолчанию кнопка выход на ней даже пиктограмме нанесены вот календарь почта назад но они слишком близко расположены а джойстики такие я кстати не могу сказать то прям очень любил у меня не нравились и мне джойстики обычно нравились как на sony ericsson их были на неких некоторых особенно m73 а здесь такая вот площадочка с нажатии центр эта кнопка ok у меня нет цели сейчас сделать обзор на этот телефон ребят проснитесь конец 2018 года единственная себе некоторые вещи важные выписал что здесь по тем временам одноядерный процессор rm11 600 мегагерц одноядерный ребят и тогда вот 600 мегагерц это было неплохо и телефон уже имел не только bluetooth но и вай-фай все-таки ребят девятый десятый год вай-фай уже был конечно вовсю телефон также мог позиционировать себя в пространстве здесь модуль gps и гол у нас уже присутствовал то есть как тоже работало все магазин вот с магазинами конечно одна из причин непопулярности кнопочных телефонов вообще и за счет чего одна из причин за счет чего выстрела apple за счет чего выстрел apple а годом спустя выстрел android это за счет магазина вот тогда нам было неведомо sony ericsson делали какую-то бяку nokia делали какую-то бяку и магазинами были убогие а то что сделали потом apple и android появились полноценные магазины в которых можно было бесплатно в притом бесплатно скачать игры приложения это был огромный прорыв огромнейший вот реально одна из причин заката вот этих всех звонилок здесь было это неудобно было криво но не об этом речь по факту смотрите 32 мегапикселя здесь основная камера фронтальную я помню даже информации нигде не нашел сколько это неважно она больше для видеозвонков использовалась по нынешним меркам камера печальная по тем меркам тоже печальная потому что я отлично помню как фотографировал nokia n73 он фотографировал вполне себе хорошо вот что сказать бизнес-телефон и бизнес-телефон динамик был расположен сзади рисковатый но возможно из-за того что телефон у меня сильно бушный я купил его за 1000 рублей честно говоря у одного из своих подписчиков он мне хотел его бесплатно отправить наш город давай уж я заплачу чего бесплатно брать то крышку он поменял крышка металлическая но не оригинальная он честно предупредил батарейка стандартная необычный для телефонов nokia батарейку вытаскивать нужно было вот так вот я не прикалываюсь обычно просто ногтем поддеваешь здесь поддеть некому детали мелочи но все-таки одна сим-карта большого размера при том вы удивитесь эта сим-карта называется это мини-сим а обычный формат сим это формат пластиковой карточки а это уже мини-сим и после появились всякие безумные извращения микросим наносим которому все пришли суть не меняется карточка остается точно такой же трижи в телефоне конечно же был да и больше мне о нем рассказать нечего я телефоном несколько дней попользовался он работает автономно батарейка здесь я имею ввиду автоном некоторые телефоны они без сим-карты не включались это включается можно пользоваться фотографировать памяти 60 мегабайт комплекте шла карточка на 2 гигабайта micro sd micro sd что конечно хорошо в комплекте шла простая но гарнитура тоже за это спасибо а по факту 1500 миллиампер час время работы в режиме разговора 8 часов время работы в режиме ожидания почти 700 время прослушивания музыки 18 часов почитал отзывы людей на некоторых ресурсах но время работы где-то составляло дня два-три что считалось неплохо сам не пользовался сказать не могу но в те годы считалось нормы полноценное с утра до вечера использование телефона что батарея держала несколько дней каждый вечер практически никто телефоны не заряжал мало того даже телефоны с функциями смартфона смартфоны все равно за редким исключением работали как минимум двое полных суток но я думаю об этом вы все помните некая ностальгия вот я эти обзоры делаю только ради ностальгии вот исключительно помните кнопки когда все ругались то htc компания кнопки делала сверху никак не унималась несколько лет они все пошли с кнопочных телефонов было очень удобно держишь руке и кнопка включения сверху клавиши громкости здесь справа и снизу и посередине кнопки голосовой команды они были еще в е-50 телефон кстати еще тогда в седьмом году в шестом когда они выпускались он мог читать ваши смс ки это конечно немножко колхозно вот например смотрите нажимаю кнопочку открыть галерею галерею сейчас открыть смс ну нужно говорить метки свои можно записать конечно прикольно но с таким акцентом было но все равно прикольно отдельная клавиша камеры заслуживает уважения те кто хоть раз пользовался nokia прочувствует эту nokia она точно такая же как и любая другая вот года с пятого и не знаю до самого заката там до 11 до 12 когда они еще выпускались имею ввиду что менюшка вся конечно очень сильно отличается от того что мы видим сейчас управление все не сенсорное а полностью кнопочное и например ты делаешь фотографию и потом нужно на кнопочку еще назад нажать для того чтобы выйти и сделать еще одну фотографию вспышка конечно же есть вспышки были мощные в общем ребят что могу сказать частичка прошлого у меня в руках не такого и далекого как бывало когда у меня обзоры были на сименс с x1 это 2002 2003 год вообще или какой там на аппараты которые там шестого пятого года это уже 2009 2010 год не такое далекое прошлое и возможно у кому-то из моих зрителей такой телефон до сих пор в использовании на руках отпишите свои впечатления коротенькие это еще все таки та самая nokia которую мы помним которую любили nokia которая сейчас это совершенно другая компания кто бы что ни говорил другой дух все другое на этом у меня все будет обзор на playstation найти мне было вот чтобы не соврать как минимум четыре или пять это либо пятое либо шестое года с 2006 7 тогда не стоили дорого выпускалась несколько версий конечно ребят это просто вот я эту купил года два назад исключительно из сайлент хил оригинс сайлент хил оригинал чтобы ее заново пройти я ее прошел конечно же и вот она лежит у меня вот эти полтора года думаю обзор на нее обязательно нужно сделать ладно если нравится то что я делаю ставьте лайк если не нравится дизлайк ну лайк конечно лучше как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастливо